Не обращайте внимания, девочки, на диван. Диван очень старенький. У меня здесь покрывало всегда лежит. А сейчас сняла постирать его. Уже постирала, высохла. Надо просто расстелить. Да? Зеленоглазка. А, зеленоглазка? Маленький. Маленький хулиганчик. Поспокойнее, девочки, он уже стал. Гораздо спокойнее, чем был. Но все равно вот иногда хулиганит. Камеру взяла в руки и все. И Симочка тут сразу начала позировать. Да, моя хорошая? Да, моя хорошая девочка? Да. Любит она, когда ее гладят. Расчесочкой чешут. Вот это она очень любит, девчонка. Девчонка маленькая. Маленькая девчоночка. Скажи, люблю, да? Да, моя хорошая. Ой, а это чудо. А это чудо. Юда-чудо. Чудо-юда маленький тоже. Длинноногий. Длиннолапый. Ох уж эти лапки. Никуда не помещаются. Да, Тиша? Никуда. Одна на полу развалилась, другой на диване. Другой на диване развалился. Ну все, все, все. Сразу когти, зубы, все. Все, не трогайте. Да не трогаю я тебя, не трогаю. Да, все. Вот так. Вот так, скажи. Хулиганить сейчас буду, да? Скажи, буду сейчас хулиганить, буду сейчас драться, кусаться. Да. Вот такой, скажи я, мальчик. Мальчик-хулиганчик. Сейчас Симу пойдет террорить. Так. Чего там? Лежит она, да? Лежит она, там развалилась. Не положено. Да, Тиша? Не положено. А теперь Симочка заняла это место. Место притягательное. Как они любят тут валяться на этом месте. Именно вот здесь. Ведь две вежанки вон у них, видите? Нет, им надо именно здесь иногда полежать. Да, Симонка? Да, здесь тебе надо. Да, здесь. Здесь ты хочешь, да? Здесь моя девочка. Девочка-припевочка. Пузо наела. Ой, пузо наела. Толстая. Да? Толстая пузико наела. Косоглазочка моя маленькая. Косоглазочка моя. Девочка. У нас сегодня замело снегом. Всем доброе утро. Постараемся показать. У нас сегодня просто... Нам сегодня просто не выйти из дома. Посмотрите, и будку дико занесло. Ой. Практически по самую дырку. Но дырка там закрыта сейчас ковром. Потому что у нас морозы. А в морозы мы стараемся дикую дырку закрывать. Чтоб не дуло. Правда, он срывает покрывало. Но на какое-то время все равно хватает. Вот столько снега. Я не знаю, как сейчас я буду выходить из дома. Витя сейчас будет чистить. Но не видно ничего. Все отсвечивает. Почему-то все отсвечивает. Сейчас попробую снять наши двери. Ну, в лопату стоит в снегу. Понимаете? Вот. Вот так, может, видно. Хоть немножко. О! И лопата практически по самый черенок стоит в сугробе. Вечером еще вчера, когда мы ложились спать, лопата пустая абсолютно была. Ну, лопату видно было. Потому что там снега не было. Снег был почищен. А вот сейчас вот так за ночь замело все. Да, конечно, вообще такого снега у нас еще, по-моему, не было. Нет, как-то было один год, да, заносило прямо сильно. Но все равно, мне кажется, не до такой степени, как сейчас. Сейчас это просто вообще что-то с чем-то. И снег продолжает идти. На камеру, видимо, еще не видно даже. Снег идет. Собираюсь на работу, но решила по-быстренькому винегретик настрогать. На работу с собой взять. Дома оставить, покушать. Сейчас. Кашку гречневую поставила на завтрак нам отварить. Немножко морковочку переварила. Ну, ладно, ничего страшного. Да, погодка в этом году у нас. Балует снегом. Когда такие морозы наступают, я всегда переживаю за бездомных животных. Думаю, вот как они сейчас бедненькие. В такие морозы, в такие сугробы. Особенно за котов. Собакам все равно как-то, наверное, попроще. А вот котикам, котикам, конечно, у нас ходит один бездомный котик черненький. Я его сколько раз пыталась поймать. Хотела его к себе забрать. Накормить сколько раз пыталась. Все бесполезно. Бесполезно. Он боится. Он убегает. Я не знаю, как он вообще живет. Бедненько. И еду ему, кстати, выставляла. Он через наш огород ходит в другие огороды. Но везде же ходит, по всему поселку. Часто через наш огород ходит. И вот я смотрю по следам, где вот он проходит. Я туда еду кладу. Нет, все целое. Понимаете? Почему не ест? Я вообще не знаю, почему он не ест. Странно как-то даже. Понятно, что всех не спасешь. Не приютишь. Даже если хотя бы какого-то одного животного постараешься спасти. Найдешь ему приют, дом, хозяев новых. Уже на душе спокойнее. Даже если себе заберешь. Как вот мы тогда Васеньку забрали. У Насте Ласка тоже. Бездомные. Выброшенные животные были. У меня брат родной Артем. В этом году тоже приютили бездомного котенка. В лес кто-то выбросил. В коробке. Представляете? В лесу. Было там несколько. Женщина нашла. А в это время жена моего брата попалась. Этой женщине. Навстречу шла. Та с коробкой. Показала этих котят. Но вот Света одного котенка забрала себе. Так представляете? Этот котеночек живет вместе с собакой на улице. Ни в какую не хочет жить дома. Там на участке у них. На огороде. Ни в какую жить дома не хочет. Живет с собакой на улице. Греется там у него. Собака большая. У них я не знаю как эта порода называется. Но она у них такая большая. И вот он с этой собакой. Собака его не обижает. Приютила. Он с ней спит. Ест с ней. Смешной такой. Вот так вот. Молодец. Поставила гречку варить. Занялась съемкой. И забыла ее посолить девочки. Ладно. Сейчас вот эту свеколку дорежу. Ой, кипит гречка у меня. Вот и все. Вот и все. Салатик мой готов. Это конечно не совсем винегрет. Это больше просто салатик. Потому что здесь нет капусты. Либо там соленого огурчика. Здесь нет. Я решила просто сделать вот таким вот салатиком. Просто отварные овощи. Зеленый горошек. Лучок. И все. Пока я делала салатик. Витя тут уже маленько почистил снег. Чтоб можно было хотя бы из дома как-то выйти. Вот. Немножечко подубрался. Да. Дикушка даже не хочет из будки вылазить. Там тепленько ему. Будка утепленная. Хорошо причем утепленная. Покрывалка висит. И сена много. Там полную будку ему наложили. Он там закопался в нем. Все. Пойдемте завтракать. Вот такие сугробы. Вот столько снега намело у нас. За вчерашний день и ночь. Это очень много. Наверное, очень. Все. Я на работку побежала. Вернее, поехала. Витя поехал работать. Меня сейчас добросит до работы. Ох, кошмар. Посмотрите, что творится. Есть сугробище. Просто. Агроматный. Тут с этой стороны я даже дверку. Даже не полезу в этот сугроб, чтобы дверь открывать. Полезу с этой стороны. На заднее сиденье сяду. Все. Все. Сейчас Витя будет стартовать. Жду, когда он отъедет. Потому что тут просто не пройти, не проехать, что называется. Как я сейчас тут полезу по сугробам, не знаю. Он ждет, когда с трассы машины уйдут, чтобы ему выскочить на трассу. В горку в эту подняться. Она хоть и небольшая, но все равно. А вот как я сейчас буду по этим сугробам добираться до дверки магазина, я тоже не знаю. Все. Погнал. С Богом. Поехал. Багажник открытый у него. Ну что? Пробуем. Вот так. Вот так вот я провалилась сюда. Смотрите. Ну что делать? Ой! Сейчас я полные ботинки наберу снега. Смотрите, какие сугробы. Обалдеть! Просто обалдеть! Ой! Надо еще дверь как-то умудриться эту открыть. Ой! Вот это замело. Сейчас дворник наш придет. Будет чистить. Так. Ну что? Потихонечку. Открываемся. Почему свет горит в магазине, непонятно. О! Все, дверь не закрывается. Тут надо закрываться. Ладно. Сейчас буду отметать маленько, чтобы дверь закрыть. Я решила не ждать, когда придет дворник. Немножечко почистить тропинку. Потому что люди здесь просто не пройдут. Сугробы огромные. Сугробы громадные. Просто за ночь столько снега. Это вообще нереально. Ну что, вот такие траншеи нарыло. Теперь хоть люди к магазину подойти смогут. Что-то дворник наш задерживается. Наверное, добежать до нас не может. В эту сторону за магазин тоже тропинку почистила, чтобы люди могли добежать до нас. Ну, пока никого нет. Сейчас, наверное, еще маленько покидаю снежок. Зарядочку такую поделаю. Машины не знаю, как будут подъезжать. Поскольку сугробы прям огромные. Сейчас еще маленько здесь почищу. Потому что, как машины, о, дворник наш идет. Ну и хорошо. Все освободит меня сейчас от этого занятия. А я пошла работку работать. Я сегодня занимаюсь выкладкой посуды. Девчоночки, прям слюни текут, что называется. Так все хочется. Смотрите, какая красота. Форма для выпечки. В виде такого перчика. На 500 грамм, да, получается. 500 миллилитров. А такой баклажанчик. Как вам, девчонки? Смотрите. Вообще классные такие. Мне кажется, в них даже просто, знаете, салат можно положить на стол. Ну, а почему нет? Вот тоже форма для выпечки. Ну, разве не пойдет она как салатник? Салатник, мне кажется, пойдет. И на столе красиво так будет смотреться. Особенно, если взять не одну, например, а там 2-3 каких-то, да? А вот такие вот, смотрите, какие тыковки. Керамические. Тоже, по-моему, на 600 миллилитров на коробке написано. А это перчик. Ну, классные. Вообще. Вот эти тарелочки мне тоже понравились. Такие с соусницей. Интересные, да? А я хочу вот такой лавандовый себе наборчик. Ну, может, не наборчик, а что-то взять. По крайней мере, вот такую тарелку. У меня же лаванда на кухне. Букет лавандовый. Поэтому для сервировки стола можно вот такую вот взять. Вот такое блюдо. Салфетница. Ну, салфетница мне не понравилась. Неудобная. Слишком маленькая вот эта выемка для салфеток. Я сюда поставила салфетки, они раз и падают. Некрасиво смотрятся. Это под чайные пакетики. И вот такие вот бутылочки. Под масло, под уксус. Там, может, просто под разные виды масла. Мне вот эти понравились. Бутылки на подставке. Под масло тоже. Можно под оливковое, под растительное, например, да? Единственный минус, что их не очень удобно брать. Они толстые такие и скользкие очень. Сами по себе бутылки. И тяжелые. Пустые и тяжелые. А если сюда еще налить масло, мне кажется, они вообще будут тяжеленные такие. И я еще подумала, как их потом мыть. Но их же все равно надо мыть. Масло же там со временем, оно же будет, наверное, портиться как-то. Ну, в общем, не знаю. Как-то подумаю, конечно, но вообще мне вот эта тема понравилась. И к тому же они хорошо подходят под мою кухню. Прям шикарные. Я подумаю, если мы их не продадим, может быть, я их себе и оставлю. Так они мне нравятся, что подставочка вот эта есть, мне нравится. Классные. Ой, ну, в общем, вот, выставляюсь. Навожу здесь красоту, порядок. Вот такое блюдо есть. Вот эти. Вот это с крышкой. Сейчас буду открывать, покажу. Девчонки, тоже классно. У меня такая форма есть. Мы в ней хлеб печем. Там силиконовая такая крышечка сверху. Так вот, если после праздника какие-то продукты остались, крышкой накрыл и в холодильник убрал. Но есть еще другая форма. Вот она стоит внизу. И здесь вот тоже такая силиконовая, видите, крышка сверху надевается. Она побольше. Вот я еще думала ее что ли себе прикупить. Потому что побольше форма мне даже больше подойдет. Мы в ней хлеб выпекаем. Больше будет растаиваться хлебушек. Ну, в общем, вот здесь еще бокалов много всяких. Сейчас буду все выкладывать. Вот эту витрину надо все оформить. Видите, только-только завезли. Тут кремульки всякие, мыла, фонарики, салфеточки. Много всего. Хоть товары только-только вот получаем. И пытаемся оформить здесь уголочек. Я говорила, что мы тут стены поснесли. Поэтому в это место у нас сейчас будет подхоз товары. Хотя здесь была стена. Вот все вот это место было закрыто стеной. И там просто бесхозная комнатка, где мы обедали. Дальше там коридорчик, туалет и еще одна. Еще один кабинетик. Вот решили снести эту стену и здесь хоз товара разместить. Сейчас красиво все выложу. И будет порядок. Будет красота. И все будет продаваться. И наши жители будут довольны, что никуда не надо ехать, а все можно прийти к нам и у нас купить. Вот эти ведра, кстати, так мне нравятся. Силиконовые. Складные, раскладные. Такие они удобные. Не надо раз собрал и убрал куда-то в сторонку. Так мало места занимают. У меня такое ведерко есть. Прям с удовольствием все лето им пользовалась. Овощи мне его собирала. Ну все, пошла работать. Пошла бокалы выставлять. Вот так пока выставила вторую полочку. Ну тоже пока так. Сейчас цены напишу. Потом, может, что-нибудь еще как-нибудь передвину. Пока хочу так оставить. Ну уже все равно как-то более-менее, мне кажется, так вид приличненький у нас в этом месте. Ну вот здесь, конечно, еще очень неприличненько. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...